К сожалению, действительно, праздник пришлось и открытие моста отменить. Город годно подвергся в очередной раз удару стихии. Представьте, за 20 минут выпала две декадные нормы осадков. К счастью, те, припринятые в прошлый раз мероприятия, позволили сохранить целостность и дорожное полотно, но пострадали все равно склоны, где-то требуется промывка ливневой канализации, поэтому открывать мост, когда на нем будет еще работать тяжелая техника и ликвидировать последствия этого ливня, это небезопасно. Что касается праздника, планировалось достаточно красочное шоу, поэтому установлено было очень много аппаратуры. К сожалению, она практически вся целиком была под водой во время ливня. И в этих условиях, согласно мнению экспертов, мы не можем гарантировать безопасность наших граждан, потому что, возможно, короткие замыкания, возможно, проблемы с электричеством. В тех случаях, когда речь идет о безопасности наших граждан, здесь компромиссы недопустимы. Поэтому принято решение не об отмене, а о переносе праздника. Все участники восприняли эту ситуацию с пониманием. Кроме того, параллельно сейчас и в остальных районах Гродно были подтопления, поэтому сейчас проводится обследование всех вот этих мостовых сооружений, работы по промывке ливневых канализаций. МЧС фиксирует многочисленные обращения о поваленных деревьях, о подтопленных подвалах, домовладениях. Сейчас своевременно оказывается помощь. К счастью, в отличие от многих стран, которые сейчас столкнулись с ударами водной стихии, обошлось без пострадавших. Но основное, необходимо это сделать выводы и предпринять меры, которые направлены на повышение безопасности наших граждан и объектов жизнедеятельности. Первое, что отметил президент, что если есть малейшее сомнение в безопасности собравшихся, а мы подтвердили, что такие сомнения есть, то праздник необходимо отменять, потому что мы его делаем для того, чтобы люди получили удовольствие, а не для того, чтобы составить красивую картинку. А здесь не только окружающие после такого ливня ситуации не создают атмосферу праздника, но есть вопросы с безопасностью. Поэтому реакция президента была однозначна. На сегодняшний момент надо переносить. А второе, что он прекрасно понимает, что стихия не подвластна еще по многим направлениям человеку. И он сказал, что успокойте всех, мы перенесем этот праздник, мы его обязательно проведем и сделаем так, чтобы люди на этом празднике получили удовольствие, и он найдет в своем плотном графике возможность приехать и поучаствовать в этом празднике. Все устранение имеющихся повреждений, с нашей точки зрения, займет где-то около 7-8 дней. Но с учетом, опять же, таких залповых ливням будут предприняты дополнительные мероприятия, проектные решения по повышению пропускной способности системы отвода воды. Возможно, это потребует еще какое-то дополнительное время. И мы надеемся, что все эти вопросы будут, включая подготовку праздника, решены в течение двух недель. Движения не будет по той простой причине, что мост готов и абсолютно безопасен. Должны понимать, что в ближайшие несколько дней будет интенсивная работа тяжелой техники, подвоз песка, работы где-то по бетонированию, разбор имеющихся завалов и восстановление откосов и уклонов. И при этом, когда параллельно движется и гражданский транспорт, и тяжелая техника, всегда есть опасность каких-то нештатных ситуаций, а еще раз говорю, что в вопросах безопасности граждан компромиссов у нас быть не может.